Покорить замерзший водопад и получить свою порцию адреналина. Экстремалы со всего Дагестана съехались в Хунзахский район. Там проходил фестиваль по ледолазанию. Мой коллега Курбан Рагимов побывал в Высокогорье и проверил лед на прочность лично. Удар ледорубом, шаг наверх. Еще удар и ты на пару сантиметров ближе к вершине. Восхождение требует особой техники. Вот такими простыми и поступательными движениями за забека Исмаилова добирается до нужной отметки. Студентка первого курса ДГТУ рушит стереотипы. Покорять ледяную гору в Дагестане способны не только мужчины. Сверху вниз смотреть просто времени нет. Ты думаешь о ногах, о руках, как бы залезть и зацепиться. Мы вроде приехали с девочками, но нас записали как команду и решили полазить немножко. Все ради забавы. Вот так в республике осваивают новое спортивное направление. Задача – как можно быстрее забраться на ледяную глыбу. Однако оценивают здесь не только скорость подъема, но и технику. Результаты спортсменов из одной команды суммируются. К старту подходят со всей ответственностью. Готовишься, как на соревнования по борьбе, так всегда? Конечно. Ответственность большая. Команду нельзя подвести. И тренера нельзя подвести. Надо за команду. Мухаммад Муртазалиев экстремал до мозга костей. Подобные фестивали он не пропускает. В отличие от искусственных трасс, тут все действо проходит на замерзшем водопаде. Этим и уникален чемпионат в Хунзахском районе. В январе сотрудники МЧС заранее проверили ледно-прочность, придали рабочий режим. Толщина этого льда от 3 до 5 метров. Этого вполне достаточно, чтобы начать восхождение. Но еще больше впечатляет высота этого замерзшего водопада. Здесь порядка 40 метров. Взять эту высоту можно только в спецэкипировке. Главное, конечно, страховка. На голове каска, в руках ледорубы. А на ногах так называемые кашкоботы. Весят они по пару килограмм. Накануне у спортсменов был тренировочный день. Они могли попробовать свои силы вне соревнований. Чтобы ребята почувствовали, кто не готов, чтобы они могли самопроизводно отказаться. Вот такой момент присутствовал вчера. И что, нога отказались? В Дагестане никто не отказывается. Смелые и отважные. Покорение ледяной горы – испытание непростое. Осколки от ударов сыплются на голову, колени и локти в синяках. Крутизна подъема – 90 градусов. Все это придает участникам сложности и адреналина. Если честно, очень тяжело карабкаться по льду. Тем более, ты карабкаешься на ледоколы, на ледорубах. И тяжело оценивать траекторию по восхождению, поскольку тебе нужно втаптывать ноги в лед, сами ледорубы и идти вверх. Не очень легкое занятие, но, так сказать, подбадривает и, конечно же, гоняет кровь по организму. Фестиваль здесь проводят уже в четвертый раз. В этом году в Высокогорье приехали экстремалы из 20 команд, в каждой по три человека. Этот турнир призван показать туристический потенциал региона. Это очень мощный импульс развития экстремальных видов туризма. В этом плане у нас есть море, горы, реки. Каждое из этих направлений будем активно развивать. Увидев это уникальное место, как здесь она завораживающе замерзает, мы решили здесь провести соревнования года четыре назад. И тот год было девять команд, и участников, может быть, и мало было, но любителей посмотреть, желающих очень много было. С каждым разом растет не только количество участников, но и уровень их подготовки. Дагестанцам экстремальный спорт пришелся по душе. Осенью в Гунибском районе планируют провести чемпионат России по поисково-спасательным работам. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район.